Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Черногории, в городе Бар. Соскучилась прямо за Барским портом. В Будве тоже он красивый, но, не знаю, этот прям классный. Там можно вот далеко идти и заходить в каждую, как сказать, улочку, да. И разные такие кораблики, и большие, вон, видно, королевские такие. Я сама придумала, что это королевский, но интересно посмотреть. И можно до маяка дойти, выйти. Здесь ресторан, я думаю, уже тоже работает греческий, в греческом зале. Обязательно зайдите, если будете в баре, сюда погуляйте, прикольно. Что-то у нас уточки слышу. Видите, даже рыбки маленькие плавают. Будний день. Но дети уже катаются, потому что на пляже уже не позагоражь так сильно. Хотя сегодня тепло, сегодня солнце. Ой-ой, мама, конечно. Пальмы такие у нас красивые здесь. Да, я зашла на пару минут, раз уже было в магазинах. 12.25. Вот там три кафешки, да, вот там. И вот здесь пошли по периметру. Но зимой вроде эти не работают, насколько я помню. То есть так спокойненько, я знаю, нету много людей, но все равно бар заполнен. Вот там Стамбул. Говорят, вкусно готовят кафе такое. И вот здесь я говорила, что есть тоже магазинчики. Зимой они не все работают. Но вот летом, например, вот здесь магниты. Видите, брелочки, например, 3.50. Вот такие сережечки. Разные заколочки. Здесь летнее платье, скидка сейчас 10, 20, 15 евро стоит. Сумки заграничные, заморские. По 15 евро, вот рюкзачок, по 20. Ну, типа кожан. А вот здесь магазинчик детских вещей неплохой. Можете зайти посмотреть. Улица называется Владимира Половича. И здесь, говорю, несколько магазинов. А на противоположной стороне кафешки в основном. Как разделили, знаете, чтобы туда-сюда не бегать. То есть это тоже, в принципе, центр. Это сам бар его, он очень маленький. Ну, в принципе, это центр. Вот этот торговый центр. Он небольшой, маленький, парадис, он на два этажа. Но, пожалуйста, смотрите хорошо. Там на скидках летнее платье. Я посмотрела, там такие швы затянутые. Ну, то есть понятно, что это не всюду. Да, но все равно просматривайте все. Видите, как раз товар новый привозят. Она говорит, ну, вот если что-то браковано, мы в Подгорицу отвозим. Я говорю, а в Подгорице это где? Она говорит, я не знаю. Ну, типа где-то депо там есть. Ну, вот так привозят товар. Явно, что это, мне кажется, сток. Ну, там и написано outlet. Я думаю, это не только потому, что прошла мода, а из-за того, что вот какие-то, ну, ясно, да, что-то затяжки какие-то или еще что-то. А, я думаю, а чего они так стали, я не поняла. А перекрыли почему-то дорогу. Возможно, сегодня что-то будет происходить здесь. Интересно. Я хотела показать, видите, фонтаны себе танцуют. И люди на лавочках сидят, отдыхают. Мороженок едят, булочку. То есть, хорошо сделали такую территорию, площадку, где можно посидеть, отдохнуть. И сразу же напротив магазина идея, да, помним, что я тут упала. Поэтому очень аккуратно ходите. То есть, можно себе сделать бутерброд и сесть напротив поесть. Здесь в кафе много людей. Вот, я вижу, там перекрыта тоже дорога. То есть, здесь можно вот на велосипедах кататься. Ребенок себе полетел. Или гулять, странно. Что происходит? Юля, ты вышла? Решили перекрыть дорогу. Вот это кафе работает и зимой. Я когда-то здесь один раз сидела. Найду то видео. Неплохо. Хорошая пицца, вкусная. По ценам, возможно, даже меню снимала. Покажу вам. Я напоминаю, да, сейчас скидки в спорт-видео. Можете зайти посмотреть. Чисто мужской магазин. Кичу. 20-50% скидки. Здесь третий спортивный магазин. То есть, возможно, я еще какой-то не увидела. Но у них прям спортивных очень много магазинов. По той стороне я в тот раз ходила. В основном летние вещи на скидках. Зимних еще почти ничего нет. Я спрашивала, где у вас вообще на зиму, на осень товары? Ну, говорит, так еще рано. Я думаю, интересно. А когда уже? Типа в феврале надо продавать зимние товары или что? Это как у вас так получается? Ну, сентябрь, середина. Когда вы собираетесь осеннее продавать? Чертис. Зашла в магазинчик, там, где продается все для дома. И плюс здесь оказывается целый ряд маленьких вещей. Ну, для деток я имею в виду. Здесь полотенца. И вот на стол, чтобы накрывать. Клеенка. Чашки. Какие хотите. Смотрите, наборы. И здесь цена. Я тут набор, как в турецком магазине был. Для мусора. Крубочка. О, смотрите. Еще магнитик. Я сейчас спрошу. Коли, ку-ку, что? Едем на евро. Едем на евро. Едем на евро. Едем на евро. Нормальная цена. В таких городках они будут по полтора-два евро. По-любому. Я вот этот сама спрашивала. Помню, 2 евро он. Возьму себе. А то, как когда-то куда-то ехать, знаете, кому-то подарок давать. И нечего. Здесь, оказывается, еще все для дня рождения есть. И куча заколочек. Там свечи, шарики надувные. Здесь какие-то сувениры. Фотоальбомы. Подарочные коробочки. Для детей машинки. Горочки. Коляски. Самокатов куча. Ну, и игрушки, естественно. Такого я, конечно, еще не видела. Там тоже для чая полно всего. Разные модные и не очень модные стаканчики. И все такое для кухни. Решила зайти на базар. Смотрите, мясной магазин. И здесь сразу же идут кафешки. Ну, я как раз пришла в обед, знаете. Зеленая пьяса. Так будет по-черногорски базар. И здесь вот перед входом кафешки. Люди себе пришли, покушали. Я думаю, здесь недорого. Я думаю, здесь недорого. Мы пошли дальше. Хорошо. Стоянка машин. Я думаю, здесь бесплатно. Есть место. Понятно, что если с самого утра вы приходите в 6 утра, то будет немножко дешевле. Ну, в принципе, Таня пошла. Я не скажу, что было сильно дешевле. Сейчас я спрошу, какие цены. Я пошла посмотреть картофель. Потому что в магазинах очень такой прям плохой. Картофель евро 20 в одной месте. Здесь евро 30. А мандалина? Мандалина 3 евро килограмма. За 3 евро можно взять 1 килограмм. Ну, вот эти же еще может быть кисленькие. Да. Орехи. А слива? Слива? Слива 2,50. Слива. Нет, ну все красиво. Я ничего не говорю. Цены, что вы понимали, здесь на базаре дороже, чем в магазине. Да. Я уже говорила, но кто-то новый зашел, может, не в курсе. На базаре здесь дороже. Но оно считается как бы свое. Не знаю. Не могу проверить. Бибер колико? Три. Три. Вот перец в 3 евро. Вот там базар он еще дороже. Потому что там удобнее машины подъехать, сразу купил и сел обратно. И здесь вот есть все для дома. Что-то подешевле, чем в других магазинах. Много всего из пластика. Есть подносы по евро 70, но они маленькие. А вот здесь по 3, они неплохие. Ну вот это, то, что такие грани, вот это все вымывать. Ну то есть зачем, непонятно. А так для дома что-то можно взять. Я сейчас, подождите, что-то я взяла. А вот эти я брала для льда. Неудобно. Не берите. Нет, не такие. Другие были. Короче, нет. Обычные берите, квадратные все. Такое, короче, мелочи, море. Что там надо для дома? Здесь можно найти. Вот для посуды, для мойки. А, вот это я покупала. Вообще ничего не держит. Просто по 1 евро на ветер. Вообще ничего не держит. А вот это неплохое. Вот это по 40 копеек. На базаре, по-моему, даже дороже это. Это для мыла. Вот этот маленький рынок, говорю, он дороже. Ну, удобнее, как бы, подъезжать к нему. Возможно, он дольше работает, чем тот. И здесь вот отдельно рыба продается. Да, и отдельно сыр. Пойду сейчас сыр посмотрю. И вот такие розочки, красотулечки. Ты моя бусинка маленькая. Смотри, какая красота. Обалдеть. Вот этот куст растет, видите, он уже весь пересох. Это было, как называется, Юля. Короче. Не, они пахнут, но красивые. По 13 евро 1 килограмм. И по 17. Есть старый, есть молодой. Ну, так я перевожу, да. Старый, младый. Я не знаю, какая разница. Я вам так скажу. Там есть сыр за 13 евро, за 17. Я взяла то, что за 13. Он очень вкусный. Ну, блин, ну, это очень дорого. Реально очень дорого. Это вышло 7,50. Вот, ну, думаю, ладно. Я уже дошла сегодня, уже здесь тебя побалую. Я думаю, что я вот этот кусок весь съем за раз. Потому что, ну, очень вкусный сыр. Ну, блин. Цена, конечно, космос. У нас здесь рыба продается. Я уже вам показывала. Не думала заходить, но да ладно. Уже прохожу. Это Лангустина не назвать. А это королевские, да. Вот Лангустина, вот это королевские. Ага, и сколько стоит, Коли, попу, что? Ага, цена 15 евро. 15 евро за килограмм. Примерно какие-то килограмм 35 штук до 30. Где-то 35 штук 30 за килограмм. А вот эти 20-25 на килограмм идут. Ага. Это язык морской. А это вот язык морской. Без костей вообще. Ага, мелкие глаза. Подожди, а где кости? Или вы вытащили? Нету костей? Хрящи только. Просто шкура с удираем вот так. Ага. Белое просто мясо. А Коли Кукошта? Он будет вот 15-20 евро. 15-20 за килограмм. А это камбала. Нет камбала. Ну, камбала вкуса, но очень дорогая, да? Она будет 20-25 евро килограмм. Да, 20-25 евро за килограмм. Ну, она очень вкусная реально, да. Вот так и жарится. Оля когда-то приезжала ко мне, жарила. Так, ага. А осьминог? Сколько? Сейчас она будет 18-20. 18-20 за килограмм. А зимой будет и 15-13. Ага, 15-13 с зимой. Ещё сезон ещё не закончился. Вот. Вот. Ой, ну вот это очень вкусно, я думаю. Сколько? Калик. 8 евро будет цево. 8 евро. 7, так. Это одна такая штучка. Ага. Ну, это сколько грамм? Где-то 40 штучек. Ну, это для пива. Это не свежее. Ага. Потом копчёное будет. Копчёное, конечно. А вот эти, что за рыба? Это сибас морской дорадо. Сибас морской дорадо. Сибас. И тунец. И колику кошта? 10-12 евро. Ага. И сколько стоит? 12 евро за килограмм. Вот смотрите, можно в доставку заказать и свежую рыбу, и уже готовую. Каждый день 5 до 9 вечера. Да, можете и утром заказывать. Вот их визитка. То есть и сырую, и готовую рыбу. И в воскресенье они работают тоже. Отсюда вот до магазина «Воли» недалеко. И вот кальторическая церковь. Там, если пройти туда, будет магазин «Икея». Ну, заказать можно. Потому что там мало что есть. Всё, в принципе, по заказу привозят. Просто с наценкой немножко. Вот тут такая аллея. Можно посидеть на лавочке. Так классно. Вообще бар маленький. То есть тут всё рядышком. Можно пешком спокойно ходить. На костылях немножко неудобно. Вот, видите, сметана евро 96. А была 2,59. То есть снижена цена. Это государство поставило. Вот это зелёное, не знаю, наверное, меньше... Да, 12% сметана. Тут тоже снижена цена. Вам видно, видите, лимитировано. То есть нельзя поднимать. 72 продукта поставили. Вот такую цену, которую нельзя поднимать. Вот йогурт. И, смотрю, и там, и там моя кравица фирма. Нет, тут ещё какой-то тоже. Йогурт поела. 31. Буквально неделю назад я покупала этот шоколад за 2,99. Пожалуйста. Уже почти 90 копеек подняли цену. Ну, тоже типа акция. Но на самом деле они подняли цену. Ну, эти как и были. А может, дороже поставили, не знаю. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши лайки, подписки, комментарии. За то, что вы заходите на мой канал. Желаю всем вам мира в душе, любви, благодати, мудрости. И, конечно же, мира на земле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok